Экспо-музыка с Михаилом Брызгаловым Шедевры из Российского Национального Музея Музыки В Российском Национальном Музее Музыки хранятся две скрипки необычной формы. Созданы они известным австрийским мастером Иоганном Георгием Штауфером. Эти инструменты, в отличие от скрипок традиционного вида, не имеют углов, деки слегка выпуклые, вместо F почти прямые скобки, завиток у одной из них обычной формы, у другой головка как бы обрублена и заканчивается плоской лопаточкой. Штауфер много экспериментировал в области построения музыкальных инструментов. Не только скрипки, но и сделанные мастером виолончели и гитары часто имели нетрадиционную форму. В 1823 году он даже сконструировал новый музыкальный инструмент – арпеджионе, своеобразный гибрид гитары и виолончели, а также создал восьмиструнную гитару. Такая сосредоточенность Штауфера именно на изобретениях, несмотря на высокий профессиональный уровень, помешала ему занять место придворного скрипичных дел мастера в Вене и даже привела к финансовым проблемам. Вероятно, необычные инструменты не пользовались спросом. В своих поисках совершенной формы скрипки Штауфер был не одинок. С созданием инструментов, о которых идет речь, он продолжил традиции Франсуа Шано, крупного французского скрипичного мастера. Он был военным инженером, увлекался акустикой. Ранние его инструменты повторяли в основном модели Антонио Страдивари. Позднее он заинтересовался работами известного физика Феликса Савара, который экспериментально изучал явления резонанса и волновые процессы в различных телах. Он разрабатывал физические основы конструирования струнных инструментов и даже создал скрипку с корпусом в форме трапеции, которая, однако, не была одобрена ни скрипичными мастерами, ни музыкантами. На основе исследований Савара Франсуа Шано создал новый тип скрипки, названный скрипкой-гитарой. В 1818 году Парижская Академия Изящих Искусств выдала ему патент на это изобретение. Скрипки Франсуа Шано в 1820-40-х годах пользовались большим успехом. По его чертежам инструменты изготавливали в Париже брат Франсуа Жорж Шано, также известный скрипичный мастер и даже Жан-Батист Вильон не остался в стороне от новейших экспериментов своего времени и Иоганн Штауфер. Экспо-музыка – шедевры из Российского национального музея музыки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова